Я Мия Субтитры создавал DimaTorzok Прямо к облакам и не могу ответить вам Не орен ли весь мир вокруг, но все не зря Там я, Мия, а здесь я Мия и я Автор идеи Герхард Хан Душ из пыльцы Ты посмотри Вот бы мне такой Тут что, зима наступила? Написано же холод Дурацкая машина Разве на шкале есть отметка замерзаем до смерти? Если она есть, то я ее не вижу О, привет всем Простите за беспорядок Все, нет времени распаковать новые коробки с товарами Благодаря всяким другим заботам А тот костюм, что выставлен на улице О, да-да, тот самый Пятьсот долларов Надеюсь, хоть он не покрылся льдом Что ж, спасибо О, если дороговато, можете взглянуть на подержанный Я бы сказал, что он в отличном состоянии Графиня Динола наметнее его вернула Я не вижу в нем вообще никаких грехов Но она заявила, что на нем такие ужасные швы Что у ее бедной лошади круп чешется Графиня трудно назвать милой и доброжелательной женщиной Но я вам ничего не говорил Сколько? Сто пятьдесят Не по карману Ты померяй Надо же Он словно на тебя пошит Я надеялась, что у меня есть деньги на расходы, но Напрасно К чему устраивать себе такие пытки? Идем Постой Послушайте, у моей бабушки Франки Точно такой же кондиционер, как этот Он тоже временами выходит из строя Если хотите, я взгляну Вы пока могли бы погреться на улице На улице? Серьезно? Очень даже вредно весь день сидеть в таком холоде Погода там замечательная Устройте себе перерыв А Марио займется кондиционером Ну Я и сам не против выйти погреться Надеюсь, ты, девочка, ничего не украдешь Если украду, у вас есть Марио Советую вам снять теплый шарф и пиджак И правда Ты правда сможешь его починить? Скоро узнаем Ай 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 О, это вы. Видите, теплый воздух позаботился о моем красном носе. Определенно. Если хотите, можете взглянуть. О, как же все аккуратно. И температура, по-моему, терпимая. Эй, я с чудесами не дружу. Даже не знаю, как вас отблагодарить. Вот, бери. Опять пакет? Ты что-то купила? Ты не представляешь, что случилось. Нет, не так. Надей, не покажись. Хорошо, ждите здесь. Ты, как всегда, вовремя. Здравствуй, Мия. Назови пароль. Злодей наблюдал, как король был коварно повершен. Природа откроет вам этот секрет неизбежно. А-а-а-а! Привет, Ончо! Ончо, кажется, похитили. Нам нужно его спасти. Скорее, Ончо! Скорее! Мамочки! Кто бы знал, что в мире эльфов так же больно обдирать коленки. Привет, Мия! Привет, друзья! Классно полетали, Мия. Ты, наверное, даже не очень устала, верно? Конечно, нет. Я надеюсь, в предсказании было что-то об Ончо и его папе. Да, одни мы короля единорогов не найдем. Злодей наблюдал, как король был коварно повержен. Природа откроет вам этот секрет неизбежно. Ладно, кто же злодей? Это же Пантея! Наверняка. Ну да, Пантея победила отца Ончо, и она последний его видела. Прости, Ончо. Все будет в порядке. Он не пропал. Но она не может сказать нам, где он. Ее давно нет. В предсказании говорится, что природа раскроет нам этот секрет. Никто не знает нашу природу лучше, чем Симо. Да, он нам поможет. Они считают Мию такой классной и умной. Да только слепой не заметят, что на самом деле она глупая, скучная и противная. Забудь ты о ней. Лучше вспомни наш договор. Ты поможешь мне поймать этого крылатого единорога, а я помогу тебе избавиться от Мии. Ты сейчас же отправишься туда и приведешь их прямо ко мне. Просто идеальная ловушка. Орехов переел? Они же догадаются, что я на твоей стороне. Ладно, присоединяйся к ним и узнай, что они планируют. Ладно. И держи меня в курсе. Ну, чего же ты ждешь? Догоняй их быстрее, а то улизнут. Но я не могу лететь в таком виде. Моя милая, ты выглядишь чарующе. Пошла вон! Ау! 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 Иди! Я, видите ли, не могу лететь в таком виде. Ау! Какая наглость! Привет, друзья! О, привет, Варя! Привет, Варя! Как поживаешь? Мне кажется, я уже полдня ищу вас, друзья. Как жалко, что у меня нет колечка, которое помогает найти вас сразу. Давай я у тебя одолжу, Мо. А? Но кольцо дружбы требовать неприлично. Его предлагают лишь самым достойным. Это стоило бы знать. Ты же эльф. О, конечно. Ах, вот глупышка. Полетели с нами, Варя? Да. Мы направляемся в Блэквуд. О, как мне это нравится. Полетели. По-видимому, Оракул ссылается на природную искренность. Природа все знает и все помнит. Ее мысли трансформируются. Память нашей природы бесконечна. Какая глубокая мысль. Ты такой мудрый для своих лет. Спасибо. Все живое обретает свое начало и конец на земле. Растения пьют ее соки и помнят все, что происходило. Воспоминания Пантеи превратились в цветы и теперь цветут. Принесите мне хоть один цветок, и я позволю вам увидеть ее самую последнюю схватку с Великим Единорогом. Эти цветы должны расти в ее замке. Наверняка. Спасибо огромное за такой совет. Пойдем с нами, Симу. Тебе известно все о цветах, да? Если я начну колдовать для твоих друзей, мне нужны будут травы, лепестки и другие составляющие этого зелья, которые мы должны приготовить заранее. Неси и побольше. Продолжение следует... Он хочет посмотреть, что там. Но как выглядит этот цветок, Пантеи? В этом-то и проблема. Мы не знаем. Ну-ка, Кончо. Видимо, нам придется здесь задержаться. Считанные дни остаются до самого Великого Полнолуния. Но я ожидаю вести от своего нового агента хозяин. С ее помощью я благополучно поймаю крылатого единорога с минуты на минуту. Ты ждешь помощи от агента? Но время работает против тебя, Риксель. Оно утекает сквозь твои пальцы. Так же, как и твои мечты когда-нибудь стать темным эльфом. Тукито, наконец-то. Так, направляемся в замок Пантеи за цветами. Так, так, так. Попытаюсь разбить их на пары. Так, так, так. Они ищут Великого Единорога ключ к твоему поражению. Всегда верил, что шпион это великая вещь. Она разобьет этих эльфов на пары, чтобы я... Я разберу тебя по косточкам, если не достанешь мне крылатого единорога. Надо же, он не в настроении. Не важно. Скоро он будет прыгать от счастья. Считай, что молодой единорог уже практически стал моим. Как-то не верится, что из Пантеи могло получиться что-то красивое. Цветы из такого чудовища. Значит, в них должно быть что-то такое, что отличает их от остальных. Давайте разобьемся на группы. Так дело пойдет быстрее. Неплохая идея. Шник, шнак, шнук. Что? Выбирай. Шник, шнак, шнук. О, вот теперь я, кажется, поняла. На счет три. Шник, шнак, шнук. Я вместе с Мо. Знаете что, мы осмотрели все один раз. Посмотрим еще. На этот раз я согласна. Никогда не сомневайся в шник, шнак, шнук. Стой, Оншо, нет! Не улетай от нас! Не бойся, Мия. Оншо о себе позаботится. Да, в таком случае разделимся на две команды. Не беспокойся. Риксель не может узнать, что мы сюда прибыли. Я рассказывала тебе о том, как летала на драконах у Пантеи. Они были быстрые и умные. В волосах свистел ветер. О, не вернуть мне тех дней. А эта странная мода путешествовать верхом просто невыносимо. У меня спина болит. От твоей горки воняет. Главная проблема этой поездки – надоедливая болтовня. Не нравится – проваливай. К тому же еле тащимся. Вот именно. Мы уберем лишний вес, чтобы горка зашагала побыстрее. Что ты делаешь? Какая наглость. Вот теперь гораздо удобнее. Ау, клачь, клачь, ааа! Аааа! Осторожно! Эти растения могут сильно травмировать. Ого! Да чего же он большой? Просто монстр! Просто монстр? Прямо как Пантея? В него она и превратилась. Разумеется, у них много общего. Но насколько я помню, Пантея превратилась в цветок. Да, но ты же не знаешь, что из него выросло. Нужно узнать, что думают другие. Я вызову Мои Юко. О, это совсем не нужно. Может, ты и права. Доверяй, но проверяй. К Юко! О, так уже легче. Твой дракон какой-то хилый. Если он и с нашим-то весом не справляется, как же он, по-твоему, сможет нести трех больших единорогов и при этом еще и бежать? Если бы это был мой дракон, то я бы... Ааа! Только не смей меня поливать! Не беспокойся. В этом нет необходимости. Ааа! Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! На! Хозяин узнает об этом! Ха! Хм! Ах! Никогда не думала, что меня будет тошнить от цветов. Наверное, они что-то нашли. За мной! Ты не скучаешь по дому, Варя? Ты ведь должна что-то помнить о своей родине. Мне нравится жить здесь. Общаться с принцем Мо и Юко. Они такие классные. И ты тоже. А как ты так быстро с ними сдружилась? Ты ведь тоже не местная, верно? Полагаю, тебе единорог помог, да? Нет. То есть, не совсем так. Мне понадобилось время, чтобы освоиться. Научиться летать, скользить по воде, следовать дворцовым правилам. Я была настойчива, и они заметили. С Юко было немного труднее. Но мы не раз друг друга спасали, когда сражались с этим монстром, Пантеей. Хм! Значит, вот как нужно. О! Смотри! Это, кажется, Ончо. Он вон туда полетел. Ончо! Юко! Мо! Кажется, у них неприятности. А? Варья! А! 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 Может, взять у единорога слезу? Неа. А где Мия? Я не знаю. Она улетела на поиски Онча, а меня тут бросила. Мия! Как ты могла? Нас тут чуть не съели. Да я просто... Наверное, это я опять виновата. Нет. Ты еще такая неопытная. Мия должна оберегать тебя. Спасибо, Варья, что спасла меня. Я теперь твоя должница. Наверное, нам не следовало делиться и доверять Шникшнакшнуку, друзья. Я прошу прощения, мне сейчас так плохо. Я бы не вынесла, если бы с вами что-то случилось. Я знаю. Все в порядке. Все совершают ошибки. Напрасно я тебе нагрубила. Я слишком быстро вылетела из угла. Вперед, друзья! Варья, вставай! Летим! Ончо, не подходи так близко к этому гигантскому всепожирателю. Это очень опасно. Пантея и ее кошка? Они всегда были неразлучны. За мной, ребята! У меня есть идея! Ей определенно нравятся эти цветы. Вот именно. Я вспоминаю, Пантея превратилась в ярко-красные цветы. Вот в такие. Правильно! В этих цветах она чует свою хозяйку. У нас получилось! Мы нашли Пантею! А я нашел все классы! Покажем ему! А ну-ка, Горго, давай! Мы должны защитить цветы! Летающий единорог! Хватай его, Горго! Вперед! Мы спасены, Мия! Вперед! Поможем Ончо! Отличный ход, Ванчо! Отнесем цветы Пантеи к Тесандре. Спасите меня! Вытащите на воздух! Я тут затыкнусь! Да! Разгильдяи! Сейчас мы воскресим память Пантеи. Ага! У него не было шанса. Но Онна здесь, Ончо. Мы найдем его. Мы пойдем к Северному Рогу. Там он и должен быть. Ну, мне пора. Я вас потом догоню. Пока, Вария! Пока, Вария! О! Я тоже полечу. Но я скоро вернусь. До встречи, друзья! До свидания, Мия! Ну, вот. Что скажете? Великолепно. Ты смогла его купить? Нет. Купить не получилось. Я покажу Сапфиру. Она не могла купить себе форму, да? Да, все так и есть. Производство Хан М4Е и Рейнбоу. Совместно с телесетью CDF и радиокомпанией РАИ. Фильм озвучен объединением «Русский дубляж» в 2015 году. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова